Дороболарум, доктор. Меня зовут Галина Николаевна Жаркова. По профессии преподаватель долганского языка и учитель начальных классов. Сейчас я пенсионерка на наслуженном отдыхе. Дороболарум, меня зовут Кривошапкина Дарья Валерьевна. Работаю я в национальной политехнической средней общеобразовательной школе номер 2 города Якутска, учителем истории и обществознания. Сами родом мы с мамой из Красноярского края, полуостров Таймыр. По национальности мы долганки. Долгани – это один из северных народов Российской Федерации. По численности долганов всего около 7,5 тысяч человек. Проживают в основном долгане в Красноярском крае полуострова Таймыр. И полторы тысячи человек в Аннабарском Улусе, республике Саха-Якутия. Язык долган относится к алтайской языковой семье тюркской группы. Мы себя долгане называем «самые северные тюрки мира». Из тех мест, откуда мы с мамой приехали, долгане различают себя на две группы по расселению реки Хаттанга. Первая группа – это верхние долгане, или мы называем себя «уягилер», и нижние долгане. «Алнараганар». Наш гува различается тем, что верхние долгане звучат намного мягче. Например, если мы говорим «тэтэ», то у нижних долган «ага». А слово, например, «эгэл» – «агал», говорят они. У них звучит «агал». Мама теперь хотела бы рассказать о нашем роде, роде уранников, который берет свое начало еще в девятнадцатом веке на долганском языке. «Алта Sandy» – «да жилерply» такое ответы, роде уранник. и все, что утро, бесatemа. О synthesении жилья наверхан для поселения них достаточно. Но мы помогли летать к городу поäh manifestировать. Я жилер solitary рост на членах как objetivo. В этом году мы не знали, что я не знал, что мы говорили в нем. Главное, когда мы знали, мы знали что, я не знал, что я не знал. Рассказывали, что это было в Кыржан, Канян, Улл. Улл. Бутонкан, Куха, Атақ, Наталия, Бета Калан, Эремия, Бета Калан. Улл. Бет, Бета Калан, Кула, Бета Калан, Улл. Бета Калан, Куха, Атақ, Наталия, Бет, Бета Калан, Куха, Малым. Я это понимаю и не знаю, что происходит на древнем древне, но на древне, чтобы подшелезли единицу. Она сказала, что каждый год они обещали, что родители. Может быть, они не хотели обучать. Вы же виды, что родители и родители. Я уже хотела с ней знать, что у меня в этом году учиться в МТО. Он учитывал эту информацию в москве, чтобы они уничтожили. Он сказал, что у меня все рядом в течение дня. Я все равно знаю, что мы увидим. Я все с вами не смогла. Но я several%. Я говорю о том, что в наше время было ухо и дешевле, но я думаю, что во время времени было ухо, что в четыре ягодные роды, когда я был ухо, ухо и мальчик, я был ухо, я был ухо, я был ухо. Я был ухо, я был ухо, Продолжение следует... Груху бэйлэрэн табаларынан тарадилэрэ. Гендар болуны Носкоттэн хатангаттэн, Носкоттэн хатангаттэн, тээлээн. Хас, күхін хамнылэр бө, күхін, бұстоналэгэнэн. Груху бө, күхін, бұстоналэхтэн, бұстоналэгаттэн эмэ төттэрэн. Тээнэн баранын, аз, таңа, аз, ок. Төттэрэн қамнылэр түрген бағайтык етэйэлэр. Хас бол, бұст, қамнылэгэлэн тейектэрэн адабы. Груху бүстоналэгар. Гэндэр бө, күхін хатангаттэн бұстоналэгэн. В основном, мы понимаем, что мы нужны. Мы понимаем, что мы нужны и так далее. Мы нужны с людьми и любимыми. Аликва ходила наize, аликва основаны на хирургах одни, аликва. И, байло, их расчет уложения земля, детей не поездил, не поездил. Аликва хорелла сохраняя их начала казалось оврожак. Улигай, кто-то, 2 хрTwo. Потому что у них в глубинах здесь из Ат-Гоан. Они унышают и от stress. Улигай, где у них не входит для детей. Они думают, что из Ат-Гоан, Курдустов, кстати, из Ат-Гоан. Они становятся такими, как здесь. Нам не обладают всю жизнь. Я не знаю, чтобы их ворота обоelve, когда они59 назад. Ибо я не знаю, что они не знают, чтобы они не думали, что они не гранат. Когда мы сняли, мы сняли, мы сняли. Я поняла, что мы сняли. В этом году мы не хотим, что мы сняли. Мы сняли все это, это было всё, это было все время. Он не обманывал об этом. Он не уничтожал. Результаты с обыкновениями. Результаты, крестные, одни так и как и как и как и как и как. Мама повествовала о нашем роде уранников, которым мы очень гордимся. Он действительно заложил начало нашей семьи. Он был одним из самых трудолюбивых, богатых людей на Таймыре. У него было огромное, большое стадо. И, соответственно, для того, чтобы поддерживать такое огромное хозяйство, нужна была рабочая сила. Было много работников. К работникам при этом относились очень хорошо, по-доброму. Никогда не обижали. При этом еще примечательно, что именно в стадии у уранника были олени белой масти, что в то время являлось большой редкостью. И этих олени они оберегали. Старались сохранить. Из шкуры оленей, белых оленей, в основном изготавливали, шили, шили. Да, праздничную одежду. Да, праздничную одежду. Праздничную одежду. Ну и, соответственно, держали еще и аркиш. Когда у уранника не стало, все хозяйство, это огромное, большое хозяйство, на свои плечи взяла его дочь Наталья. Она рано осталась без мужа. Было у нее четверо детей, которых она с малых лет обучала ведению хозяйства. Как запрягать оленей. Управлять упряжкой. Ага, управлять упряжкой оленей. Ну и во время советской власти бабушка Наталья, или это уже бабушка твоя, моя прабабушка, помогали становлению и советской власти. Ввели аркиш, они свой самостоятельно вывозили продукты из дудинки до хатанги. Это время занимало очень долгое. Почти полгода они проводили в пути. За это время очень много оленей у них умирало. Свои это были олени. И это очень такой большой труд. Большой труд. И поэтому наша семья гордится своими предками. Мы передаем наши бабушки, дедушки, рассказывали всегда об ураннике, о моей прабабушке Наталье, о том, какие они были люди, достойные люди своей земли, севера. И мы следуем этим традициям, этим заветам. Быть трудолюбивыми, уважать стариков, старшее поколение, не обижать людей. Да, вот эти качества и ценности очень важны в нашей семье. И мы сами в дальнейшем стараемся воспитывать своих детей в этом же направлении. Вот такая у нас семья, род уранников.